Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов и вы на моем канале Коммент Бай Сейчас перед вами производственная компания Эферум Сегодня у нас 14 декабря 2018 года Так получается, что этот год будем заканчивать скорее всего видео Остальные будут выходить с обзором об этой компании, об этом производстве Разделю на два блока Первый блок будет у нас по вопросам-ответам Вопросы, которые поступали с YouTube-канала Вопросы, которые мои личные, которые интересуют И я думаю, многие, кто смотрит это видео, увидят ответы Все, мы идем вовнутрь Не отключайте, смотрите Я думаю, будет интересно, возможно, даже для производственников Обзор мы начинаем с производственной линии Потом пойдем по опросам Здесь конечная точка, туда, куда продукция Здесь идут уже погрузочные работы Именно фуры стоят на загрузку Мы пойдем по кругу сейчас От самого начала, от начального процесса И вернемся уже сюда, когда Турба едет уже к конечному потребителю То есть, конечно, она едет к вам Есть что показать Сейчас потихоньку пойдем, потому что Меня немножко удивили моменты И я думаю, вы тоже увидите, какой подход у людей У данного производителя Есть чему учиться Меня реально удивило Идем и смотрим Все, я сейчас нахожусь на производственной линии Я вам покажу, как труба производится Весь технологический процесс Думаю, сделайте для себя определенные выводы Потому что я для себя уже сделал Вот за этой дверью Именно за этой дверью Поступает металл Металл идет в бухтах Что он металлопрокатом занимается Он знает, о чем я говорю И в бухтах она пошла дальше по конвейеру Теперь я перевожу видеокамеру И буду показывать, как это все происходит То есть труба сразу поступает Вот на этот стол Отсюда она пошла Вот у нас Такие рельсы Поступает бухта Отсюда она пошла вниз Раскатывает, разматывает Здесь у нас происходит нарезка материала И вот робот убежал То есть уже готовая заготовка поступает на стол И уходит вовнутрь Сейчас я увеличу камеру Все Там происходит именно процесс сварки Еще раз показываю Труба вышла Робот забирает его То есть здесь минимально Присутствия человека вообще не надо Один оператор в трубу уже вот эту линию Все, дальше там идут вальцы Вальцы закатывают трубу Придают форму В ручном режиме-то ничего не делается И идет на сварку Сейчас ее станок вытолкает вперед Все, пошла на сварку И идем дальше мы с вами Вот труба выскакивает Она уже выскакивает оттуда Сваренная, проваренная Дальше ее забирает присосочка Ставит И у меня вопрос был на моем канале Как делать раструб Один из способов раструба Это именно таким образом То есть сразу формировка идет двух концов Плюс-минус Технологический весь процесс От начала линии В среднем занимает Для производства одной трубы 21 секунду Это очень круто Здесь уже наклейки Наклейки с разными аббревиатурами Каждый цвет обозначает свое обозначение Да, достойно И все, отсюда она уже пошла На стеллажи Селлажи, стеллаж, стеллаж, стеллаж Все, идем дальше Труба еще тепленькая Как пирожки выходит Ну, слава богу, не обжечься И вот с таким шлом она Я сейчас увеличу вам Аккуратненький шовчик И здесь вот эта докатка Вот эта докатка нужна В первую очередь Для газовых котлов Потому что есть Определенные условия По газоплотности Сюда еще силиконовая прокладка Вставляется Вы наклеили? Спасибо Сейчас я покажу Как нарезаются элементы Заготовки для производства Глоб 90 в первую очередь Все автоматизировано Ну, до безобразия Поэтому сейчас она вышла Так, я вам показываю Вот в этом кадре Сейчас переведу Видеокамеру Покажу вам В реальном исполнении Сколько времени занимает Особенно гаражникам Еще мы стремимся Если посмотреть Сейчас произвел Оператор произвел Загрузку трубы И вот она пошла Вовнутрь И лазер начинает ее резать То есть точность исполнения Здесь просто колоссальная Погрешность минимальная Эксклюзивная заготовка И все Вот она выскочила Закрылся Закрылся определенный Защитный козух Это что Вот В зрении безопасности Здесь очень много Уделяется внимания Это я обратил Потому что Производители Вернее Работы защищены Значит она выходит Сейчас я вам покажу Один из сегментов Можно одну штуку Смотрите Насколько Точно нету Никаких заусенцев Никаких заусенцев нету Ровненько Идеально Если я сейчас провожу пальцем Порезаться здесь Нереально Все Ну а дальше уже пойдет Следующий технологический этап Уже сборка Разбальцовка А это отдаем уже Возможно этот сегмент Поедет не знаю Куда нибудь В Красноярск Или Может быть и в Беларусь Там вместо тратиться Так и сейчас подошли К такому щепетильному вопросу По поводу утепления Труб Здесь все Используется практически В автоматическом режиме Ручной труб конечно есть Никуда вы от него не денетесь Парни надевают респираторы Потому что Ну кто работает с утеплителем Знает что Седает легких И ничего хорошего нет То есть изначально Вреза готов Труба с трубой Вставлена поглушка внизу Для того чтобы просыпания Ваты не было И Начинает задувать Здесь бокс В этот бокс поступает вата Она может быть в нескольких вариантах Она может быть в бухтах Она может быть в раскрои В длинном Я вам ее дальше покажу И сейчас происходит Именно процесс Набивки самого утеплителя Благодаря которому Труба уже будет иметь Конечный вид То есть сэндвич труба Или будет утепленная труба Или покажу весь процесс Потому что Ну Есть с чем учиться И есть на кого равняться Все Теперь вышла труба Вот такая набивка Плотность здесь Как заявляет производитель 150 На метр кубический Довольно плотно Сейчас заглушки на нее поставят То есть вы видите Этот утеплитель Это базальт А 150 на метр кубический Это заявленный Такой крутой показатель Потому что У нас в Беларуси По крайней мере Восемьдесятка С сотками Можно встретить И вот такая заглушка С обратной стороны Которая При монтаже Она в первую очередь Для монтажников Очень удобна Потому что Соосность идеальная И в упаковочку Дальше уже На складские запасы пойдет Упаковывается И в конечном виде Это будет все выглядеть Вот таким вот образом С номеровкой Совсем Это российская Это не европейская Номеровка Потому что У каждой страны Свои регламенты Но для России Это проходные Поэтому Вот по этой цифре Будут вопросы У меня есть вопросы К производителю Поэтому Это будет уже В следующем виде Когда я буду задавать вопросы Я с этой цифрой Не согласен Но посмотрим Чем аргументирует Именно уже Сам коммерческий директор Потому что Все очень просто Все достойно И Минимально здесь Труда уже человеческого Все практически На автоматическом режиме Это достойный уровень Достойно уважения Вся продукция Которая произведена Неважно На каком технологическом этапе Это все было Готовая продукция Поступает уже на Склады Здесь большие Огромные Скажу так Это всего лишь Один из складов Все упаковывается Есть Полиэтилене Но С конца этого года Это последняя продукция Которая идет Полиэтилене Люди двигаются Люди двигаются Со временем Все будет переходить В картонной упаковке Потому что Весь мир уже Отказывается От пластика Никуда не деться И данная компания Немножко идет Со временем Меня многие вещи Подход к производству Очень удивил И со склада И со склада Я вам показывал В начале видео Куда мы приходим Мы приходим Все Вот туда Здесь уже происходит Сама погрузка Дымоходов Все продукции Которые здесь Производятся В машины Загружаются И уходят По регионам По странам По советскому Пространству Гуляют Это Как бы Вы должны понимать Что Для чего Это видео Видео Для того Чтобы вы видели Что Есть Фирмы Есть производители Которые Производят Рубы Здесь На данном Оборудовании Две Линии Которые Я показывал В начале Виде Которые Позволяют Огромные Делают Огромные По материалам Мы поговорим Дальше Потому что Следующий Будет Я буду задавать Коммерчесному Директору Вопросы Которые Думаю Получу Ответы И Достойно Что могу сказать Меня пригласили Здесь для обзора И я для себя Очень многое Подчеркнул Вы должны понимать Что все равно Есть Информация Которая Не может быть Показана Вам Да Это Секретная Информация Но Сам процесс Технологический 21 секунда Для производства Трубы Неутепленная Представляете Что это такое Вы должны Представить Какие объемы У данного Предприятия И Погрузчики Гоняют Здесь Просто И говорят Говорят о том Что сегодня Не Прабылся День Да Ладно Все Отсюда Мы уже Уходим И еще один Момент Который Меня удивил Это сборка Здесь очень Большие Складские Запасы По Трубам Которые Собирается По Дыму Да Вы не Вам не показалось Да Я именно Ответил По Дыму Придем Наверх Когда мы Уже В кабинете Будем Сидеть Об этом Я поговорю Потому что Система По Дыму Кто подписан На мой Канал Я вам Не советую Ни в коем Случа Здесь Огромные Складские Запасы Потому что Российский Рынок Ест Именно И собирает Трубы По Дыму Не по Конденсату Так И это Еще один Из Складских Таких Комплексов Многоэтажный Здесь Очень Много Продукции Которые Просто Замораживаются Деньги Много 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 И представьте Вот это Стеллаж По дыму А вот это Стеллаж По конденсатор Это Неправильно Но об этом Поговорим Мы в следующем Видео Когда я Буду Задавать Вопросы То есть Несколько Этажей Это Один Проход Еще Один Проход Пока Я здесь Иду Снимаю Видео Здесь Где-то Продукция Какая-то Хранится Потому что Много Таких Технологических Этапов Циклов Подготовки Продукции Здесь тоже Она хранится Очень много Здесь фасанины Здесь фасанина Здесь наверное Одна фасанина Есть Здесь метража Нету И Здесь Вот Все перед вами Очень большие Запасы А также Да По бакам Мне эти Вот эти продукции Мне не интересны Потому что У меня Канал Заточен Немножко Другой Это могут быть Банчиком Интересно Кто баней Занимается Но для меня Эти баки Я их на обзоре Не буду показывать Потому что Мне Как монтажнику Дымохода В первую очередь Удовольствия Никакого не приносит Все Идем дальше Эти запасы Просто Колоссальные Не собирайте Ни в коем случае По дыму У меня очень много Есть роликов Когда люди Собирают по дыму И буквально 5 дней назад Перед тем Как приехать в Воронеж Я Одно из видео было Я вам В следующем видео Покажу Где я систему Демонтировал Которая была Собрана По дыму Что с ней стало Когда человек Буквально В первом Отопительном сезоне При эксплуатации 2 или 3 месяца Я уже Не скажу Потому что сейчас У нас декабрь Месяц Конец декабря Пришлось собрать Систему Все наоборот Человек реально Попал на деньги Обзор у меня Уже этот есть Кстати Предварительно Я вам его покажу Это подключение К дымоходу Ссылочку внизу Сделаю Как не надо делать Как сделали Без прочистного кармана И меня Вот это Немножко Удивило Огромный Говорю Запас Система Которая собирается По дыму Все Ладно На этом обзор Буду заканчивать Для себя Я увидел Здесь очень много Интересных вещей Вещи которые Возможно Кому-то будет полезно Кому-то нет По крайней мере Задумайтесь о том Что производство Может быть Сручно Постепенно Переходит В автоматически Да 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 Именно так Это рынок Это коммерция Это продвижение Определенной продукции И Вы знаете Что у меня Этой торговой Продажи нет Нет На 2018 год И я Объясню потом Почему Когда мы будем Задавать вопросы Коммерчесному директору Все На этом я с вами Буду это видео Заканчивать С вами был Дмитрий Михайлов Comment by Подписывайтесь на мой канал И плавненько мы переходим В следующее видео До новых встреч Но я с вами Не прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok